Видаю. Ну что, настало время смотреть результаты предварительной термообработки перед закалкой, так называемый отжиг. Потому что сталь была горячекатанная, структура у него получится неоднородная из-за неравномерного остывания, так как на вальцах там льют воду, чтобы быстрее остывал металл, неравномерное остывание, разность температуры и тому подобное. Ну, то есть надо делать отжиг. Тем более сталь такая, ну, как пишется, капризная, прочитал даже после сварки там, после деформации, ну, требуется отжиг. Где-то неполный, где-то полный. Ну, мы произвели такое среднее между полным отжигом. Ну, надо считать, что это не полноценный отжиг, так как надо контролировать температуру там 50 градусов в час. Ну, что-то среднее мы получили. Так, смазали бурой предварительно, чтобы предотвратить окисление и выгорание углерода. Ну, давайте будем смотреть результат. Так, что у нас? Ясно, вот. Так, да, печка уже остыла. Смотрим, ставим. Ну, вот, чистенько, окалины нету. Это радует. Обычно, когда углеродку калишь или 95-ку, окалин аж стреляет. Что у нас здесь видно? Что у нас видно? Ну, ставь, в принципе, чистенько. Есть местами, конечно, есть местами окисление, но незначительно. То есть, вот где с кирпичками касались, касались, видно, плоховато, плоховато. Вот есть маленькая окалина, но это незначительно. То есть, с большего результатов мы добились. Да, да, вот, результаты мы добились, и я очень доволен. Доволен результатами. Ну, что мы проверим сейчас на пильничек, наверное. Сейчас одно секундочку, чтобы было тут ясно. Отпустилась ли сталь. Да, вот видно, где пассатижами брались. Вот, получилась маленькая окажема. Ну, и что? О, пилит. Пилит достаточно хорошо. Да, отлично. Я считаю, что частично мы добились того, что хотели, и поэтому советую. Советую. Советую, да, если нету пакетов, делать обработку бурой. Тем более бережем печку. Окалина не стреляет, нету такого воспарения. Да, кстати, в кирпичиках надо посмотреть буру. Ну, вот, кирпич чистый, то есть, нету расплавленной буры, поэтому я доволен, если честно. Будем ждать закалки. Все, всем счастливо. Наверное, сегодня, может, и не получится даже закалить. Ну, на этой неделе закалю, выпущу видос. Если честно, да, доволен, доволен. Закалка. И, я честно говорю, многие, ну, начинающие пренебрегают отжигом. Ну, отжиг, отжиг стали обязательно. Обязательно после ковки, ну, так называемой деформации, после обработки где-то, там, где скорости нарушены, получаются прыжики и тому подобное. То есть, ну, отжиг обязательно. Сталь деформируется, получается неоднородная структура и тому подобное. Потому что, если хотите выпустить качественный клинок, то отжиг обязательно. То есть, бывает даже, ну, я посмотрел, там, вдруг вчера прислал фотографию, Шахи-15, он делал ножик. И при обработке у него напильник упал на нож. Хотя, снимал он, делаю линзу, спуске линзы. Сведение тонкое. Но, все равно, у него получилось выбина с пол ножа. С пол ножа выбина. Такая хорошая, здоровая. Это говорит, скорее всего, о том, что где-то появилось внутреннее напряжение. И была, или структура неоднородная. Так называемая, сетки, там, образование. Поэтому, скорее всего, он должен был пополам ломнуть. Или кромка отломалась бы, ну, вычернена. Ну, все равно. После отпуска, ну, не должно. Не должно такое быть. Поэтому, где-то причина, скорее всего, неправильной термообработки. То есть, и я предполагаю так, что, ну, скорее всего, не был сделан отжиг. Отжиг стали обязателен. Обязательно, если вы хотите добиться качественной стали. То есть, надо уравнять структуру. И уже тогда, после этого, производить термообработку. Да, стали очень капризные, особенно легированные, высоко легированные стали. Поэтому, надо смотреть, как разжигать. Ну, что с легированными стальными, очень хорошо, что там есть изометрический отжиг. То есть, ну, можно сэкономить время. Например, там, на час до 830 на час. И опускаешь до 730 на час. Или 770, я не помню, там, смотря, как он осмотрит. И потом, медленное охлаждение тоже. Ну, сравнительно, медленное охлаждение до 500. Ну, там, по точкам надо смотреть до 500. И уже остывание на воздухе. То есть, ну, 2 часа, 3 часа, там надо тратить, конечно, на это. Плюс электроэнергия. Ну, я же говорю, вот эта печка, я доволен, потому что, ну, нету затрат таких сильных. Она 1,2, да, 1,2 где-то киловатта. 1,1, 1,2 киловатта. То есть, ну, сравнительно нормально. То есть, я доволен. Тем более, температура быстро нагоняется, держится. Единственное, надо придумать, вот, ну, чтобы она держала вот остывание ее. То есть, да, чтобы остывание было градусов 50 в час. Я думаю, добавить туда, ну, когда вот надо отжиг делать, надо, наверное, много шамота какого-то, не быстро накидать в коробке там. Песок или что, ну, я не знаю, надо, будем смотреть. Ну, все, в принципе, всем счастливо, до скорого.